Как правило, именно военные получают лучшую финансовую поддержку правительства. В конце концов, от ребят в форме напрямую зависит суверенитет страны. Постоянная гонка вооружений похожа на черную дыру, способную поглотить любую, даже совершенно астрономическую сумму денег. По счастью, это происходит не без следа. Результатом бесконечных денежных вливаний становятся все новые боевые звери. Стоимость самых последних разработок так высока, что может привести страну к экономическому краху и безо всякой войны. Векромадития – авианосец класса Киев, приобретенный Индией, у России. Модификации, затребованные покупателями, обошлись в несколько лишних десятков миллионов долларов. Но с общим количеством налей в сумме это не так уж и важно. Авианосец способен нести более 30 боевых самолетов и принять на борт до 2000 человек. Несколько устаревший, но по-прежнему очень дорогой стелс-бомбардировщик B-2 Spirit предназначается для тактических ядерных ударов по отдаленным силам противника. Б-2 способен принести подарок из 16 ядерных зарядов на расстоянии в 6000 морских миль и не расплескать ни капли. В чем ему, конечно, помогает специально разработанная технология по уклонению от радаров. Авианосец «Варяг» После распада Советского Союза еще недостроенный «Варяг» достался Украине, поспешивший продать корабль за смешные 20 миллионов долларов одной китайской турфирме. Вместо того, чтобы использовать авианосец в качестве плавучего казино, правительство КНДР завело его в сухой док. Военные эксперты предполагают, что «Варяг» стал учебной платформой, которая вполне может превратиться в боевой корабль при необходимости. Субмарина «Вирджиния» Новый класс подводных лодок способен осуществлять операции на мелководье, что делает его серьезной проблемой для стоящих в порту кораблей противника. Судно класса «Вирджиния» работает на ядерном реакторе и оснащена четырьмя торпедными аппаратами и 12-ю вертикальными пусковыми установками. Америка является одним из новейших кораблей ВМС США. Это чудо военной техники, на палубе которого ждут своего часа 34 штурмовых самолета, способных переломить исход любого сражения. Дальность хода USS America превышает 22 тысячи морских миль. Настоящая самоходная крепость с опцией уничтожения. Авианосец «Шарль де Гольф». Спорный проект, на развитие которого ушло несколько десятков лет и бесчисленное количество средств, стал первым французским авианосцем с ядерным реактором. 40 самолетов и 1900 членов экипажа. Осталось только проверить его в действии. За этим, впрочем, дело не встанет. Еще в январе 2015 года правительство Франции постановило отправить авианосец в Персидский залив для атак позиций террористов из ИГИЛ. Субмарина королевского флота HMS Astart относится к новому классу немец. Сравнительно недавно это чудо инженерии встало на мель у побережья Шотландии, что вызвало ряд колких высказываний британской прессы. Субмарина оснащена современными торпедами Spearfish, каждая из которых способна потопить судно на дистанции в 30 морских миль. Кроме того, в боезапас субмарины входят ракеты Tomagaf, дальность полета которых превышает 1000 морских миль. USS Zumwalt. Продвинутая система автоматизации, установленная на USS Zumwalt, позволила снизить численность команды до минимума. Набитый до краев новейшими технологическими разработками, Zumwalt должен был стать основным боевым кораблем США на следующие пару десятков лет, если, конечно, бюджета хватит. Королева Елизавета, едва сошедшая со стапелей, стала крупнейшим боевым кораблем Соединенного Королевства. Этот авианосец, чье техническое оснащение считается чуть ли не лучшим в своем классе, способен осилить путешествие в 10 тысяч морских миль без дозаправки. Можно подумать, что Великобритания всерьез собирается вернуть себе статус королевы морей. Самой дорогой военной техникой мира стал по праву авианосец Джеральд Форд, чьи внушительные габариты проходят вне зоны внимания радаров противника. Благодаря специально разработанной стелс-технологии, этот монолитный бог войны способен запускать 220 самолетов в сутки. Такую пропускную способность обеспечивают две взлетно-посадочные полосы и целых 5 тысяч членов экипажа. Субтитры создавал DimaTorzok